Но что делать, если на улице грянул снегодождь, а человечество уже подташнивает, а может вы и вовсе живете там, где нас нет. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Всем привет, на связи Куджи, давно нас не было, я все не могу начать подкасты, зато ты знаешь, помнишь это, когда ты на уроке не мог сконцентрироваться, когда тебя кто-то рассмешил сильно, и ты такой, держи себе смех, и вот ты вот сейчас, как будто мы с тобой за одной партой. У меня так никогда не было. Никогда не было? Нет, я всегда мог сконцентрироваться. Вот опять он колет меня, а, вот это что такое? Давно нас не было, я был на карантине, Андрей, ты был на карантине? Ну, когда болел на самокарантине. Да, я тоже был на самокарантине, так себе, если честно, все, не очень прикольно. Дельта? Без понятия. Ну, это, скорее всего, был дельтавирус, потому что в мире осталось меньше 1% других вирусов. С марта он захватил всю планету. Вот с марта до сейчас. Это индийский вариант. Нормально, ты классифицируешь все. А уже есть классификация вообще абсолютная, да? Ну, как абсолютно, они классифицируют эти, как его, разные варианты, потому что они там генетически отличаются. Вообще, как бы, довольно пристально за вирусом следят, и, ну, как бы, понятно, как в регионах отличаются варианты там, и все такое. И, в общем-то, развитие дельты, как раз за этим все очень активно наблюдали. Ну, как ты в целом болел? Мы сейчас не про мышцу. Не про мышцу. Не про передние дельты. Все об этом говорят, я много где читал про это. Ты смотрел этот сериал «Игра в кальмара»? Нет, не смотрел. Это как корейский. Южно-корейский сериал, да. Ну, он сделан, вот, я посмотрел его и начал смотреть это все, «Голодные игры», вот это «Королевская битва». Это у тебя вкус пропал, да, Саня Павел? Вот не можешь мне дать начать. Смотри, мой вопрос. Принцип такой, люди собираются на смертельную игру. Так. Вот как ты думаешь, в истории человечества, в будущем, это возможно? Это реально вообще? Не знаю, смотря какие люди. Вот тебе очень подходит прозвище «Сойка-пересмешница». Да, почему? Ну, не знаю. Сойка. Вот если бы вместо Джейншера Лоуренс был бы ты? Я. Да, чистая Сойка. Уверен, фильм бы, во-первых, больше собрал бы, да, касса была бы больше, а во-вторых, ну, я не знаю. Мне кажется, что главный элемент всех этих игр – это расчеловечивание персонажей. Вот, как я понял, потому что, типа, в Netflix там там офигенные трейлеры, ты их посмотрел, посчитай, полсериала посмотрел. Да. Там игра в кальмары, как я понимаю, там они собирают людей, у которых хоть почти нет денег, то есть они такие на грани отчаяния. Да. Вот, и они должны все вместе… А ты сейчас по трейлеру спойлеры расскажешь кому-то нашим дорогим слушателям и зрителям? Если в трейлере есть спойлер, то это косяк не мой. Ага, логично, логично. Это значит, кто делал трейлер, как бы, на косячку. Вот. И там, соответственно, спор идет за деньги, за какие-то… Они играют во всякие там, как я понимаю, дурацкие детские игры, типа, перетягивание каната, там, типа, «Замри», да, где надо замереть. Так, типа, их аналог… Ты, по-моему, смотрел. Я тебе говорю, вот это все в это… И прикидываешься, что не смотрел. Все это было в трейлере. Вообще, умение рассуждать о фильме, который ты не видел, но видел только трейлер, это вот то, чему я научился за долгие годы просмотра трейлеров, понимаешь? Самое лучшее, мои любимые истории, это когда трейлер лучше фильма. Вот был такой фильм «Битва за Лос-Анджелес» с Аароном Экхартом, по-моему. И там… Нет, с Куртом Расселом. А, это «Побег», да. Мы недавно, кстати, об этом говорили. И там есть трейлер, в котором играет музыка Йохана Йоханссона. Есть такой композитор, очень популярный, пишет для кино. И ты смотришь на этот трейлер, и он потрясающий, да. А потом ты смотришь сам фильм, и он разочаровывает. Так вот, возвращаясь к игре в кальмара, да, тебе нужно, чтобы те персонажи, которые будут погибать, они были расчеловечены. Это означает, что просто люди тебе не подойдут. Как бы второй сорт людей, например, ну, о чем мы говорим? Что такое игра в кальмара и вообще что это за концепция? Это концепция гладиаторских боев. Гладиаторы – это была особая каста, да, особое сословие, которые люди, которые учились этому, у которых работа была такая, они воспринимали это как работу, да. Ты вышел, погиб, ну, такая работа. Вот. Поэтому тебе, ну, для создания вот этого, для какого-то вот этой штуки, тебе потребуются люди, которые будут умирать, и все к этому будут относиться нормально. Типа такая будет нормализация. Ну, да, у них такая работа. Вот. И, ну, подойдут какие-нибудь там клоны, например, генетически выращенные какие-нибудь там, вот что-нибудь такое, в какое-нибудь в будущем может так случиться, что они будут, клонированные люди, не будут обладать всеми правами по сравнению с оригинальным человеком. И вот они смогут участвовать в подобных кровавых зрелищах. То есть это реально? Ну, я не берусь судить. Я тебе обрисовал одну потенциальную схему гипотетическую. Так типа может быть. Да. А еще я пересмотрел всю «Матрицу». Не, ну ты... Это запах пропал. Это запах пропал, да. Так. Как скажи, кстати, тебе первая «Матрица»? Ты же согласен, что как фильм... Нет, очень философский. Про что мы... Давай-давай, отвлечемся, ребят. Про что «Матрица»? Вот для тебя. Я по-другому понял этот фильм. Да? Да, про что... Подожди. Для тебя про что? Давай я задам наводящий вопрос. Ты посмотрел всю «Матрицу», ты посмотрел «Ани Матрицу» еще? Нет, «Ани Матрицу» не... Но я посмотрел, как... Я посмотрел «Матрицу» по заветам, как правильно смотреть «Матрицу». Ты знаешь, как правильно смотреть? Надо посмотреть первую серию, вторую, третью и опять первую. Угу. Хорошо. «Ани Матрицу» я не посмотрел. Ну, хорошо. Давай, про тебя. Вот ты. Про что эта история? Ну, это стандартная история о том, как герой обретает невероятные способности и использует их для спасения чего-нибудь. Для меня это про выбор. Да. Но на самом деле это история про золотую рыбку. Вот давай. Вот это... Да, неправильно. Не про золотую рыбку, прости. Это сказка плохо закончилась. Там должен быть дед, баба. Вот это все. Помнишь, Емеля? Да. По щучьему. По щучьему велению. Выловил щуку. Так. И у него щука исполняла желание без всяких этих, как бы... Обязательств. Да. То есть там такой, типа, хочу, чтобы ездила... Печка. Печка. Ну, давай, хорошо, пусть ездит. Хочу летать в облаках и уметь останавливать пули. Она такая, да легко, говорит тебе, волшебная щука. Останавливай. Хули. Ты же, я тебе разрешаю. Так, а ну-ка давай, а ну-ка давай найдем подтекст. Про что это? Золотая рыбка про что? Вот золотая рыбка, кстати, про выбор. Про выбор? Конечно. Про выбор. У деда всю дорогу была возможность попросить себе другую бабку. Бабку. Вот она. Вот она шутка из КВНа в устах Андрея Ганяева. Понимаешь? Вот. Вот. Вот она. Это как бы шутка из КВНа, в которой действительно есть смысл. А ты не хочешь сказать, что это про традиционные семейные ценности? Нет. У тебя есть возможность выбрать другую бабку, но ты со своей. Потому что ты приверженец традиционных семейных ценностей. Или у тебя стокгольмский синдром. В идеале философский выход должен был быть такой. Дед говорит, ничего мне от тебя рыбка не надо. Отпускает ее и уходит в закат. То есть подальше и от рыбки, и от бабки. Пусть они между собой там решают эти вопросы. А он на ГОО отдыхать. А какое там первое желание было? Не помню. Владычество морское. Вот там уже, по-моему, ГООН начался. Да, ГООН начался с Владычества морской. Да, да, да. Но, конечно, подумав, я думаю, что такое все реально в будущем. Потому что, несмотря на то, что общество хочет быть гуманным, оно становится все жестче и жестче. Конечно. Это 2, 2, 2, 2, 2, ну, противоречие. Не будет такого открытого насилия. Будет такое закрытое, декриминализованное насилие. Как мне кажется. Конкретно вот эти вот все игры по типу. Опять-таки для меня классический фильм, опять-таки в каком-то из подкастов. Из Ниндзя подкастов. Кстати, слушайте Ниндзя подкасты и подписывайся на Телеграм-канал. Там бывают иногда всплески. Частенько. Но иногда. Но частенько. Классический пример для меня – это японский фильм «Королевская битва». Да, где подростков сталкивают, дают им оружие, и они начинают друг друга убивать. Мы опять-таки в каком-то из подкастов говорили, что для меня это аналогия книги «Повелитель мух», да, скорее всего. Но это такая «Повелитель мух без прикрас». Да, «Повелитель мух без прикрас». И для меня это все равно про невероятную, безумную и постоянно нуждающуюся в жестокости человечество. Понимаешь, да? Что человечество нуждается в жестокости. Хорошо. Пусть будет так. Да, нормально. Не будешь ты развивать это. Нет, а что значит развивать? Я считаю, что единственный вариант с этим бороться – это посадить всех, которым неспокойно, и пусть они летят завоевывать космос. Как это было в случае с «Диким Западом». Люди, которые туда ехали, это люди, которые были готовы, грубо говоря, жить в условиях, когда ты, твоя винтовка, и вокруг, в принципе, все, что угодно. Мы надеемся, что этот подкаст выйдет 5 октября, в День Учителя. Андрей, для тебя это важный праздник? Нет. Никак на кафедре не отмечаете? Нет, я много раз говорил, что я не считаю себя учителем, потому что важная часть работы учителя – это педагогическая работа. Я преподаватель. Я преподаю людям, которые уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно делать выбор в своей жизни. Передо мной не стоит задача воспитать в них что-то или привить им какие-то ценности. Моя задача их – научить математике. Тем не менее, я тебя считаю учителем. Ты мой, как минимум, мой учитель. Я тебе даже подарок принес. Не сомневался. Это настольная игра. Квиз-плиз. Квиз-плиз. Мне кажется, в твоем стиле это. И цвет такой подходящий. Под лицо. Под лицо. Да. Мне очень нравится здесь описание. Квиз-плиз. Интеллектуально-развлекательная битва, которая проходит в барах и собирает целую толпу людей. Да, но не эта новость. Не эта новость. Не эта новость. Не эта новость. Мы подключились здесь. Спасение есть. Квиз-плиз. Теперь может нагрянуть к вам в дом. Вот ты можешь с семьей играть. Андрей. Это ты же любишь настольные игры. Это тебе. Ты вот давай. А что? Да. Что? Да. Выдает во мне любителя настольных игр? Ну, ты похож, знаешь, на, вот я сейчас банальную вещь скажу, на такого гига. Да. Гига. Или как это правильно сказать? Ну, обычно гиг, но гига мне нравится, знаешь. Ты похож на гига. Да. Я, ну, спасибо. Очень. Обязательно посмотрю. Я не люблю настольные игры, но обязательно. Ну, тут интеллектуальные. Там надо на вопросы отвечать. Тем более, вообще не люблю интеллектуальные игры. В них очень плохо играю. Очень плохо соображаю на лету. Очень плохо. Вообще. Ну, как бы спокнуть какие-то вещи. Ты хочешь, чтобы мы распаковали сейчас, начали играть в настольную игру? Просто уничтожение. В карманчик. Все правильно. Все правильно. У Андрея в карманах мини-маленький мусороперебратующий завод. Так. Достань любую карточку. Любую карточку я тебе ответ даю. Дай. Вот это дай мне. Вот это дай. Вот это. Ну, готовься, Андрей. Давай, давай. Спасибо. Так, отлично. Мусороперебратующий. Итак. В каком городе установлен этот памятник? Вот этот. В Калининграде. Подожди. Бухарест, Варшава, Будапешт, Белград. Почти угадал. Да. В Будапеште. В Будапеште. Будапешт, столица Венгрии. Родина. Родина изобретателя кубика Рубика. Сейчас еще. Вообще не шарю, но мне везет, походу. Давай. Давай, сейчас еще. Сейчас, подожди. По мнению Бернарда Шоу, главная беда многих писателей это то, что две некие вещи в их произведениях слишком далеки друг от друга. Какие, Андрей? Ой, не знаю, какие вещи далеки друг от друга. Ну, подумай, Андрей, подумай. Не знаю, Бернард Шоу. Подумай, подумай, Андрей. Давай, блин, не знаю. Какие вещи? Начало и конец. Блядь. Андрей, первая и последняя страница обложки. Вау. Да вот просто подъеб. Ну, типа Бернард Шоу был известен тем, что он был подъебщик. Если он говорит, типа, это что? Знатный. Он бы мог в КВН играть. Давай. Значит, вопрос. Существует фраза, как я хочу и желаю надраться до чертей после сих тупых докладов, наводящих тяжелую депрессию. Она используется для запоминания его. Также можно использовать более короткий вариант. Что я знаю о кругах? Что пытаются запомнить благодаря этим фразам? А как первая фраза звучит? Существует фраза, как же, как я хочу и желаю надраться до чертей после сих тупых докладов, наводящих тяжелую депрессию. Что пытаются запомнить? Не, я не знаю. Число пи. Ха-ха. Вот он мне ответил на вопрос. По математике. По математике. Итак, сегодня говорим про Яндекс.Го и округление. Скажи, Тимур, ты подписан на какие-нибудь благотворительные вещи? Конечно же, чтобы произвести впечатление, я скажу «да», но я не подписан. И я не подписан. Но и я не хочу производить впечатление. Я как-то так получилось, что все эти вот истории с регулярными донатами как-то так мимо меня. Если меня спросить, ну, как бы, наверное, я со стороны выгляжу как плохой человек. Вот. Но что поделать, я в данном случае следую примеру профессора Преображенского. Мне жалко, но как бы я вот так не делаю. Вот. Тем удивительнее... Ну, нормально ты устроился. Хитро сформулировано. Хитро сформулировано? Конечно. Если что, всегда делаешь отсылочку к Булгакову, и это работает. Так. Вот. Сегодня мы поговорим про историю, которая мне понравилась, потому что она отвечает на какой-то мой внутренний вопрос. Типа, почему, например, сложно подписываться? Почему я, например, не подписываюсь? Потому что, оказывается, это технически часто бывает довольно сложно. Вот. Сейчас объясню. Вот есть приложение Яндекс.Го. Это приложение, где можно заказывать такси. То, для чего основное используется. Там много что можно, я заказываю такси. Вот, предположим, я хочу помогать каким-то фондам. Там есть штука такая, ты выбираешь «хочу помогать». И дальше выбираешь округление. 10, 50, 100 рублей. Что это означает? Если ты съездил на такси, и, скажем, нужно заплатить 335 рублей, вот так, и у тебя стоит округление до 50, то он округляет до 350, и те вот эти 15 рублей, да, которые с тебя списали с лишней, они уходят в фонду. То есть ты как бы с каждой поездки часть денег отдаешь фонду. Плюс Яндекс сверху каждый месяц докладывает свои. Это раз. То есть это удобно технически. Вот. Фонды там известные. Там есть и фонд «Вера», и «Дом с маяком». Там целый у них большой список, можно посмотреть. Вот. Это удобно технически. Вторая вещь, очень важная, что эти деньги идут на очень специальные вещи. То есть это не просто помощь в целом. Это, как выяснилось, для меня тоже всегда была загадочная вещь. А когда в данном конкретном случае они идут, например, на то, чтобы возить маломобильных пациентов. То есть на конкретные вещи, связанные с транспортировкой. Понятная логика, да? То есть ты округлил поездку в такси, ты как будто дал денег чуть-чуть, чтобы можно было кто-то там куда-то съесть. Мне показалось, что эта штука гораздо более понятная. Потому что, во-первых, ясна цель. Когда тебе точно сказали, что эти деньги нужны за этим, сразу совсем другое к этому отношение. Ты помогаешь не в общем, а помогаешь конкретно для этой истории. Мне показалось, что в таком можно поучаствовать. Вот подпишись при мне тогда. Сейчас мы увидим, что у меня старый телефон. Мы ему дарили до этого новый телефон. Мне Макс. А, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Я понял. Сходи, поменяй его на Макс. Доплати. Все, выбрал. На какой фонд? А там, типа, список фондов. Там ты не выбираешь конкретный фонд. Я понял. Я тоже это сделаю. Там сверху в приложении. Да, я увидел. Итак, возвращаясь к дню учителя, Андрей. Давай чуть-чуть поговорим про это. Потому что, можно сказать, я из преподавательской семьи. У меня мама преподаватель. У меня моя бабушка, которая меня воспитывала. Вот у вас праздновали? Да, у нас праздновали. Особенно этот праздник любила моя бабушка. Я так понимаю, этот праздник был более значим, наверное, во времена Советского Союза. Да, скорее всего. Я там не жил, но как будто бы да. Да, и поэтому всегда цветы, всегда какие-то посиделки, какое-то застолье. И все-таки у меня отложилось так в голове, что в нашей семье День учителя это был праздник. Потому что я много знал преподавателей и тех, которые работали с моей бабушкой, и тех, кто работал с моей мамой. И я практически всю юность за ними наблюдал. И я действительно считаю, что это особенные люди. Я действительно считаю, что это недооцененные люди. И вот поэтому я хочу поговорить. Что такое хороший учитель, хороший преподаватель? Я не знаю. Ты не знаешь. А никто не знает. Хорошо, я разделю. Хороший преподаватель и хороший учитель – это тот человек, который учит тебя предмету, или же это тот, который тебя учит и предмету, и каким-то жизненным моментом? Ну, мое мнение, и почему я называю себя именно преподавателем, что преподаватель – это про первое. Жизненным моментом преподаватель тебя не учит. Если ты на лекции или на семинаре по дифференциальной геометрии начнешь объяснять людям что-то там за жизнь, это в целом неуместно. Повторюсь, они уже взрослые. Но если ты говоришь про учителей, которые работают в школе, они вынуждены делать это каждый день. Потому что если так вот просто посчитать время, в целом они с нашими детьми проводят времени больше, чем мы с нашими детьми. Как бы мы ни старались. Потому что они каждый день сколько-то часов. И чем дальше, тем больше времени они проводят с ними. Если там все сложить, получится вот примерно так. Ну, как мы большую часть, если ты ходишь на работу в офис, большую часть времени ты проводишь не с семьей, а с людьми из офиса на самом деле. И это очень понятная мысль. Очень понятная. И поэтому, да, конечно, они должны их чему-то учить. Но когда ты говоришь, что такое хороший учитель, ты подразумеваешь какой-то результат. Ты какой себе результат представляешь? Вот если мы зададим очень простой вопрос. Хорошо, учитель учит. Чем отличается наученный ребенок, условно, от ненаученного? Мое мнение такое. Если преподаватель знает свой предмет, он тебя учит предмету. Если преподаватель не знает свой предмет, он учит тебя жизни. Это как мне кажется. Что такое наученный ребенок? Что такое для меня хороший преподаватель? Я с такими сталкивался. Это люди, которые у тебя вызывают интерес к предмету. Именно вызывают интерес к предмету. То есть ты заходишь, когда ты выходишь за рамки того, что ты получил на уроке, на лекции, я не знаю, на практических занятиях. Когда ты послушал, записал, пришел домой и получаешь знания дальше сам. И тут не только дело в тебе. А тут дело в том, как тебя заинтересовал человек, который тебе эту информацию условно вкладывает, как бы делает зачатие этой информации у тебя в голове. Я сейчас банальный пример приведу. У меня все примеры связаны с кинематографами и так далее. Это когда ты посмотрел фильм, он тебя настолько впечатлил, что ты дальше заходишь на какой-нибудь интернет-ресурс, ищешь режиссера этого фильма, ищешь оператора этого фильма, пересматриваешь все, что они сделали до этого. То есть ты выходишь за рамки полученного опыта. Вот это для меня как бы хороший преподаватель. У меня были такие преподаватели по истории, по химии. Когда тебе аж нравится этим заниматься, тебе нравится, что он тебя похвалит, тебе нравится, ты ждешь этот предмет. Вот это для меня как бы эталон. Хорошо. Во-первых, так не может быть со всеми предметами. Согласен. Отлично. Но для этого у тебя в классе больше 10 человек всегда. Это раз. А второе, на разных людей действуют разные вещи. Потому что, когда мы говорим «хороший учитель», вот почему я начал с научного ребенка, потому что очень есть много разных вариантов. Есть очень много разных вариантов школ. Мы на самом деле очень мало знаем про то, как люди учатся, потому что нейробиология, как наука, появилась, посерьезки, в последние 20 лет, когда появились МРТ-машины, которые стали доступны, можно смотреть, как человек запоминает. Мы открываем для себя какие-то удивительные вещи, как устроена человеческая память, как устроено человеческое мышление. Мы не знаем этого. Грубо говоря, все наши представления о школе, они такие. Были греки, они так учили. Потом были, значит, дальше что там были? Средние века, там так учили. Потом также учили в университетах, и мы привыкли к этому обучению. Вот я тебе сейчас пример приведу. Несмотря на то, что я так себе отношусь к истории, вот мой преподаватель по истории настолько интересно тебе это рассказывал, что ты идешь дальше в библиотеку, берешь историю Древнего Рима, и ищешь там то, чего ты не знаешь, того, чего ты не услышал. Да. Это ты сейчас мне говоришь, что это когда тебя человек зажег темой. Конечно. А я говорю, что по результату, что такое человек, которого научили? Человек, обладающий набором знаний? Это человек, который зажжен в десятках тем, например, он горит и там историей Древнего Рима, и химическими соединениями серы, и еще чем-то он там горит. Такой он весь пылающий. Или же это человек, который сам может учиться? Это все разные задачи. Это разные задачи. Более того, если ты спросишь, что такое образованный человек, как мы про это тоже говорили, совершенно непонятно, что это такое сейчас. Поэтому это очень-очень важный нюанс, что с точки зрения структуры, структуры школа существующая, находится в глубочайшем кризисе, потому что мы можем посмотреть назад, мы понимаем, как устроить... Например, пожалуйста, простейшая вещь. Мы знаем более-менее сейчас, как устроен процесс запоминания. Процесс запоминания – это такой химический процесс. То есть у тебя происходит... Вот если в самом первом приближении у тебя происходит некий набор химических реакций, они образуют некоторые белки, эти белки как-то у тебя сворачиваются, это и есть твои воспоминания. Чтобы их считать, нужно, чтобы они развернулись. Теперь идеальный вариант сломать человеку процесс запоминания – это помешать им образовываться. Есть такой вот эффект, например, что если человеку давать трехзначные числа, вот такой тест, тебе дают трехзначные числа, их давать много-много-много, ты какое запомнишь трехзначные числа? Ну, последнее? Конечно. Наверное, да. Потому что они друг другу мешают запомниться, понимаешь? Каждая следующее мешает образоваться памяти на предыдущем. Из этого всего следует что? Подожди, как это работает? А ну-ка, вот дай мне трехзначные числа. 117, 227, 456, 552, 821, 991, 321, 224, 517. Какое было первое число? 127, 117. 517, я сказал сейчас число. Поэтому ты вспомнил 117. Да, это работает, ребята. Понимаешь? Но это вот очень простая вещь. И более того, можешь ты чему-то что-то выучить на уроке? Если у тебя так работает запоминалка, что ты можешь сделать на уроке? Вопрос, ну, зачем тебе урок? Вот ты сел на урок, ты 40 минут тебе, ну, либо тебе что-то тебе рассказывают, вот. И что из этого можешь запомнить на самом деле? Не факт, что все, а может быть еще даже и забудешь то, что знал, понимаешь? Может быть, может быть, уроки нужны для другого. Может быть, ну, урок нужен для того, чтобы учитель там, например, я не знаю, домашку проверял или люди там друг на друга посмотрели. Совершенно мы не понимаем. Либо урок нужен для того, чтобы тебе дали референс того, как надо знать. Может быть. Типа, как должно, как выглядит ответ знающего человека. Да. Может быть. В любом случае, смотри, тут проблема состоит в том, что мы не знаем ответ на этот вопрос и в ближайшее время не узнаем. Ну, как бы, тут у тебя дистанционка наложилась с коронавирусом, там все происходит. Единственное, что действительно понятно, что ценность человека внутри системы образования резко возросла. То есть, хороший преподаватель, да, это некая вот такой набор, набор штук, который позволяет людям запомниться, да. То есть, вот, грубо говоря, хороший учитель, от которого ты помнишь через 10 лет. Закончил школу, прошло 10 лет. Ну, только если у тебя с ним не было проблем, да, еще? Ну, это другое, да, конечно. То есть, есть разные виды запоминания. Это я, да, это плохой-плохой пример, потому что если он пытался, постоянно тебя мучил, то ты его тоже запомнил, но совершенно по другим, по другим причинам. Ну, так что, да. И не очень понятно, чего мы хотим от системы образования, но что такое хороший учитель при этом, при общем кризисе, в общем-то, до сих пор понятно. Ну, то есть, это вот такой человек, да, который тебя зажигает, который такой, у него задача тебя как бы заинтересовать. Но при этом, опять же, непонятно, как этим людям в школе жить. Вот у меня знакомый один рассказывал, он там пообщался с бывшим учителем из школы своего ребенка, вот, и тот рассказал такую историю. Вот, пожалуйста, вот человек, молодой учитель, да, вот там он работал. Он рассказывает такую вещь, что у них в школе он преподавал что-то типа историю. В восьмом классе он заметил, что у детей стали популярны неонацистские идеи. Вот прям вот так вот. Вот. И он такой, как с этим, ну что с этим делать, да? Типа запрещать, все понимают, с детьми это так не работает. Он говорит, он, у него как у учителя истории и молодого человека, да, который вот уже в современном мире живет, ну, говорит, давайте сделаем дискуссионный клуб. Просто они пусть собираются. Ты, по-моему, сейчас на уголовное дело этот наговариваешь. Вот, он говорит... Тебя на допрос вызовут, скажут, что за знакомый такой. Что за знакомый. Вот, типа пусть они обсуждают эти идеи, и ты когда обсуждаешь, ты понимаешь их глупость, и типа таким образом, да, разговаривая про это, ты сможешь это в себе побороть, да, если ты вдруг в какой-то момент попал под такое влияние. То есть нормальная такая методика. Но он приходит, говорит, к директору школы, ему говорят, что, дурак? Ну, как ты вообще... Конечно. Да, конечно. Какой дискуссионный клуб. Ну, потому что это не вписывает законодательство. Почему? Работа с детьми воспитательная. Это то, чем должны заниматься учителя. Вот у тебя воспитательная задача. Да, но воспитанием занимаются взрослые. Как только взрослые организуют в этой стране дискуссионный клуб по поводу нео, каких там... По поводу их искоренения, по поводу вопросов, чтобы у детей этого не было, понимаешь? А вот, ну, как бы, вот, пожалуйста, у тебя отличная воспитательная задача. Как с ней бороться? Ну, типа, как ее решать? Ответ, ну, типа, давайте сделаем вид, что ее не существует. Ну, конечно. Отлично. Ну, здорово. Так, а взрослые часто делают вид, что некоторые детские проблемы вообще не существуют. До этого нету. Конечно. И так. И так. Это рубрика. И так. Ебучая география от Aviasales. Сервис по покупке дешевых авиабилетов Aviasales. Рубрика «Ебучая география». Ебучая география. Все, 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 все. Все, все, все. И так. Успокойся, Андрей, ты заводишься на этих словах. Это самая лучшая рубрика. Так вот, давай, что ты знаешь про Новую Зеландию? Про Новую Зеландию я знаю исключительно положительные вещи. Итак, первое. Новая Зеландия – это как бы такое олицетворение самого экологичного места. Самой лучшей экологии, скорее. Вот так. Это недалеко от Австралии. Там снимали «Хоббита». Говорят, очень прогрессивная молодежь. Я знаю Израиль Адесания, чемпион UFC в среднем весе. The Last Style Bender, последнего, не знаешь, что его? Искателя стилей последнего. Нет. Алекс Волкановский. Ты зачем мне? Это тоже чемпион UFC из Новой Зеландии. Каких-то людей. Дэн Хукер из Новой Зеландии. В общем, много тут чемпионов, да? Нет, ну Дэн Хукер сейчас будет с Исламом Махачевым драться. Это вот все, что я знаю о Новой Зеландии. Неплохо, неплохо. Если честно, я очень хочу там побывать. Говорят, там невероятно вкусные продукты. Ну, потому что хорошая природа, экология, опять же. Да. Интересно, что ты там нашел ебучего, Андрей? Да. Вот ты, когда будешь в Новой Зеландии, обязательно заедь, точнее, никогда не заезжай на ферму по разведению птиц, которые называются казуары. Замечательно. Казуары. Да, казуары. Ну, это здоровая птица. Да. Достигает высоту метр восемьдесят. Вот. Ну, она там высоту, там у нее туловище, длинная башка. Она выглядит как разукрашенный такой страус. Да. Вот, важный нюанс, важный нюанс. Когти, 12 сантиметров, очень острые. Вот. И это птицы, которые нападают на людей. Их разводят исключительно для коллекций, вот, потому что их очень опасно разводить. Они по нраву хуже бегемотов. Вот бегемотов нельзя разводить, потому что они, типа, очень опасные. Они очень себя фигово ведут. То вот эти птицы, они... Казуары. Казуары. Убили за всю историю, ну, как бы известную. Больше людей, чем все остальные птицы. Серьезно? Да. Регулярно приходят новости, что там Казуар на кого-нибудь напал из-за того, что большие когти, они очень агрессивные, они нападают. И они нападают не типа начинают клевать, они нападают насмерть. То есть, бьют лапами. Вот. Вот такая вот история. Надеюсь, Казуар не унесет Алекса Волкановски. Никому. Он просто небольшой рост. Скажи, а Казуар с Бегемотом, он ему товарищ или не товарищ? Я сейчас просто представил Махач, просто между Казуаром и Бегемотом. Было бы интересно посмотреть. Да. Это была рубрика «Ебучая география» от Авиаселс, сервис по продаже дешевых авиабилетов, а мы пошли искать ролик Махач Казуара с Бегемотом. Да. Хорошо, но давай, учитель и наставник. У тебя есть наставник? Нет. Нету? Нету такого, который вот… У тебя есть вообще авторитеты в жизни вот сейчас? Просто интересно. У тебя есть кто-то, кто для тебя авторитет? Не людей, которых ты не знаешь, а я имею в виду людей, с которыми ты столкнулся в жизни, ты периодически… Во-первых, люди, которых я не знаю, для меня точно не авторитеты. Нет, ну какой-нибудь ученый же есть, который для тебя авторитетный. Ну. Ну, который ты любишь, я не знаю, почитать его статью. Да, но это не делает его для меня авторитетом, если он завтра скажет. Хорошо, хорошо. Ну, то есть вообще нет таких в твоей жизни. В моей жизни есть какие-то люди, к чему мнению я прислушиваюсь. Да. Но прислушиваюсь – это не означает, что я, типа, безговорочно ему доверяю. Так, а у меня есть? Вот у меня, по-моему, нету. Исчезло все. Все исчезло. После попытался запомнить трехзначные числа, и пропали все авторитеты. Мне нравится идея, что, я не знаю, так как у меня, у тебя уже дети идут в школу, пошли в школу. Кирюх в третьем классе уже. В третьем классе. Так как меня тоже это ждет через какое-то время лет. Я боюсь школы для своего ребенка. Я боюсь тем, что он столкнется там со своими сверстниками. Ну, вот реально, и я боюсь, что он столкнется там с некоторым видом преподавательства. И мне нравится идея, когда у человека есть наставник. Знаешь, как, я не знаю, как у какого-нибудь сына знатного вельможи он нанимает наставника, который учит его всему фехтованию, языкам, алхимии. Ну, ты понимаешь, да, ну, то есть не надо сейчас в 2027 учить алхимию моего сына и фехтованию. Но я тебе как пример говорю. Скажи, как ты думаешь, вот так бы сработало, то есть у тебя один учить. По сути, если окунуться в школьные годы, все, что нам там преподают, это же вообще несложно. Это может делать один человек в целом, нет? Ну, вот по факту. Ну, я не уверен, что в старших классах это может делать один человек. Ну, хотя бы до какого-то, до девятого класса. Тоже не думаю. Ну, пятый, шестой. Ну, вот, когда помните, все помнят, он один учитель до четвертого или до пятого класса, учитель на все. Да, до четвертого. Начальная школа, да, это называется? Да, кроме физры и обычной музыки. Да. Обычно. Ну, вот, отлично же работало. Мы все были отличниками. Да, да, да. Не, ну, все до четвертого класса учились хорошо. Ну, реально. Я не помню, что в четвертом классе у кого-то были проблемы с оценками сильные. Все было замечательно. А вот потом уже, когда тебе в пятом классе начинают говорить, что это все другая жизнь, и ты все время ходишь к разным учителям. Вот там начинаются уже проблемы. Тебе вот как идея того, что один учитель? Один учитель, наставник. Да, наставник. Вообще потрясающая вещь. Ну, реально. Вот я бы хотел для своего сына наставника. Наставник по жизни в виде меня, наставник по просвещенности и образованию в виде какого-то человека. И фехтованию. И фехтованию. Фехтование полезная вещь, потому что мы вначале обсуждали же, что в будущем же нужно будет сражаться на смерть. Да, условно. И у меня вырастает такой ребенок эпохи Ренессанса. Да. Знает несколько языков, единоборство, алхимию. Вообще очень круто. Это не работает. Почему? Я не знаю. Еще раз. Вот ты как-то сказал одну вещь. Извини, я тебя прерву, извини, пожалуйста, извини. Извините, пожалуйста, что я прервал Андрея. Извиняю. Видите, Андрей это сделал. Будьте и вы тоже гуманны. Смотри. А вот я потерял мысль. Круто. Пока извинялся. Но ты говорил одну вещь. Когда-то в одном из подкастов ты сказал важную вещь, что университеты потеряли монополию на знания. Но сегодня ты сказал другую важную вещь, что все равно человеческий фактор остается главным. То есть человек важнее, чем какая-то библиотека знаний. Да? Ну, это факт. Это факт. И эти две вещи друг другу не противоречат. Понятно, почему. Потому что вот у тебя... Ну, если ты посмотришь, например, на проблемы, там, я не знаю, российских вузов за пределами Москвы, таких вузов много в России, то у них примерно такая проблема, что к ним не хотят идти молодые люди. А не хотят они идти... Молодые преподаватели. Не хотят быть молодыми преподавателями люди. Почему? Не потому что там, знаешь, мало платят или что-то. Это все решаемые проблемы. Не хотят, потому что они не видят в этом какой-то реализации себя, в первую очередь. Они не видят в этом карьеру. А не видят они в этом карьеру, потому что они не понимают, что это, для чего это. То есть вот раньше университетский преподаватель, профессор, да, это было что-то такое суперсерьезное. А ректор, ректор. Это такое красивое слово, ректор. Как бог практически. Ну, реально. Стать ректором университета крупного. Ну, это реально особенный должен быть человек. Да. Такое слово, да, красивое, реально, ректор. Конечно. Вот. И у тебя существовал такой флер, да, и ты... Зачем надо было становиться преподавателем? Потому что, ну, ты принадлежал к этой вот уникальной касте. Да, ты становился одним из. Вот. А потом, как бы, весь флер пропал. Ну, он действительно пропал. Вот. И стало понятно, что, ну, хорошо, ты преподаватель, там, где-то в Нижнем Новгороде. Ну, и что? Что с этим делать? И вот эта вот идея, да, идея, что если ты хочешь привлечь личностей ярких людей, потому что зажигают других людей, обычно яркие люди, да, тебе нужно им объяснить, да, ты зачем их привлекаешь, что они с этого получают. Потому что тут важно понимать, что тоже большинство из людей, которых я знаю, которым нравится преподавать, они это делают, потому что это есть какое-то внутреннее желание, да. Вот сидит человек летом, например, вот у меня есть знакомый Илья Щуров в вышке. Илья, привет. Вот, он сидит, например, такой думает, круто, сделаю онлайн-учебник по Матану. Почему? По Матану, математическому анализу. А, ну ты так и скажи, по Матану. Кто-то понял, что это? Я думал, он про мотоцикл какой-то говорит. Неплохо, неплохо. По Матану. Это не обязательно делать, чтобы ты понимал. У него нет задания. Да. Это можно не делать. Альтруизм. Нет, это просто, он вот как преподаватель, думает, то прикольно будет, если эта штука будет, потому что люди, они будут на это смотреть, им будет проще понять. Мне тогда, он рассуждает, буду читать лекции, только типа, оп, зайдите, посмотрите, там есть всякие интерактивные штуки, которые можно покрутить, посмотреть. И это будет лучше работать. Потому что для него этот процесс преподавания, он вот такой. Для него это какой-то процесс, в котором он сам хочет самосовершенствоваться, в котором он хочет, чтобы у него был понятный результат, это знание в людях и так далее. Вот такая мотивация, она в людях есть. И ты как бы добиться этого от конкретных людей, дать им пространство для реализации. Это, с одной стороны, вроде очень просто, типа, ну, дореализуйтесь, вот, пожалуйста, главное им не мешать. А с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что их будет гораздо сложнее контролировать. Мы в каком-то из выпусков толка, у нас была большая дискуссия по поводу того, где была, я задвигал свою идею о том, что преподаватели должны получать очень большие, у них должны быть зарплаты. То есть преподаватели должны получать большие деньги. Я говорю о шестизначных суммах, хотя бы в рублях. Потому что это очень важно. Потому что работая с детьми, работая с подростками, работая со студентами, ты должен быть уверен в себе. – О, это крутая мысль. – Вот это крутая мысль. – Вот Белый со мной не соглашался. Ты не должен нуждаться. Ты не должен вообще думать о том, как тебе распределить свои доходы. – Вот я в поддержку этой идеи скажу, что самое крутое бывает, когда встречаешь старых учителей, когда вокруг них вот как будто пространство школы. То есть вот ты к ней подошел, и ты как будто сел за парту. То есть она с тобой разговаривает, и ты ей отвечаешь нежливо. Сразу хочется по имени и отчеству сказать. Это вот уважение. Человек источает уверенность в том, кто он, настолько, что вокруг него все превращаются в учеников. Надо быть прям сильным человеком, чтобы сопротивляться. – Ты согласен, что материальная составляющая – это очень важно? – Важно, важно. Но мне кажется, что не только материальная важна. Мне вот это вот проуверенность в себе… – Материальная составляющая, вот почему я это говорю, потому что у многих преподавателей, помимо того, что у них есть вот этот вот их быт в университете или в школе, есть еще быт, отдельная жизнь. – Да, конечно. – И они не должны там думать о том, что им купить, картошку или лук, как им доехать до университета или до… То есть я за то, чтобы эта профессия стала элитной. – Да. Но чтобы у тебя… – Тогда есть будущее. – Чтобы профессия стала элитной, это не только делается деньгами. То есть ты можешь сделать хорошие зарплаты. Но элита – это самоощущение. Ну, ты вот, например, вот когда… – Ну, ты мне говоришь скорее про какую-то интеллигенцию. – Нет. Нет, я тебе говорю, чтобы учитель такой говорил, я учитель. И все-таки… – Ну, вот смотри, среднестатистический человек, как все равно вас… Все равно встречают… – По одежке. – По одежке. – Конечно. – Среднестатистический человек уважает человека, когда он в достатке. Значит, о, он особенный. Я сейчас говорю банальные, упрощенные вещи, но я сейчас говорю конкретно про учителей. Мы все, вот вспомните, я не знаю, в своих школах, в своих университетах учителей, от которых был вот этот… Вот, как ты говоришь, флёр, но ты понимал, что, я не знаю, у него там муж был богатый или жена, наоборот, была богатая. Но когда ты вот видишь, что человек материально обеспечен, что я замечал в своей жизни, на моих примерах, то, что он еще сильнее кайфовал от своей работы, от своего предмета. – Конечно. – Ну, вот наверняка ты не живешь на зарплату, которую тебе дают в МГУ. – Не живу. – И поэтому тебе интересно. И поэтому ты выкладываешься. – Отчасти, да. Но важно не забывать, что у тебя есть еще представление об учителях, которое существует помимо денег, понимаешь? – Нет, я не говорю, что они должны носить дорогие вещи. – Да, я понимаю, что ты говоришь. Сейчас, смотри, человеку, который решил свои финансовые проблемы, на самом деле далеко не всем нужно миллиард долларов, чтобы решить свои финансовые проблемы. – Я говорю о шестизначных сумках. – Человек зарабатывает столько денег, сколько ему хватает, и сверху остается еще дополнительный денег, и он в этом смысле чувствует себя комфортно, значит, он может обратиться к другим вещам, может лучше работать, например, самореализовываться. Вот это все, конечно, есть. Но история про учителей – это еще история про отношение к ним, понимаешь? У тебя есть, с одной стороны, какое-то уважение к учителям, да? Которое вот мы, как бы, мы учителя. Когда ты говоришь, ты как бы пытаешься вспомнить самую уважаемую профессию. Нет, ну, конечно, это учителя и врачи. Но с каждым отдельно, когда там про всяких учителей, есть всякие безумные истории, особенно когда ты начинаешь ходить в школу, тебе рассказывают друзья и так далее, и так далее. Поэтому здесь еще есть вот гораздо более тонкая проблема. Просто залить ее деньгами, просто начать всем платить. Я говорю к тому, что… Ты хорошо говоришь, что это должна быть элита уверенных в себе людей. Если ты учитель по истории, то у него должна быть возможность съездить в Рим. Например, да. Если это учитель по физике, у него должна быть возможность съездить к адронному коллайдеру. К адронному. К адронному коллайдеру или в обсерваторию. Да, да, конечно. У них должна быть эта возможность. Да, конечно. Абсолютно. Если это учитель географии, у него должна быть возможность съездить в ЮАР. Нет, ну, я сейчас реально говорю. Если это учитель по зоологии, у него должна быть возможность поехать в Австралию. Я про это говорю. Да, это понятно. Но, опять же, возвращаясь к тому, что люди должны ощущать себя элитой, понимаешь, это все-таки про ощущения в том числе. Конечно, без денег это невозможно. Но проблема еще состоит в том, что у тебя учителя к учителям так относятся, что совершенно пока представить себе вот такую штуку, да, чтобы это прямо работало, невозможно. Потому что их очень много или... Непонятно. Непонятно, почему так. То есть, с одной стороны, учитель уважаемой профессии. С другой стороны, к конкретному учителю те же родители редко испытывают прямо уважение. Знаешь, когда вот родительские собрания или родительские чатики. А потому что надо постоянно что-то скидываться. Может быть, кстати. Какие-то вот эти вещи. Может быть. Возьмем тренера футбольной команды. Да, я сейчас имею в виду крупной футбольной команды. То есть, мы все знаем, сколько он получает денег. Знаешь, вообще в футболе много все получают денег. Условно. И тут к нему претензии могут быть только за навыки. Да, конечно. Он не будет собирать деньги. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, понимаю. Мне кажется, вот это вот материальное... С футболом не докрутил пример, ребят. Но мне кажется, вот материальная составляющая, она все равно... Можно докрутить. Смелаешься, что в чатик, у них там у футболиста в свой чатик, кто-то ответственный, например, капитан команды кидает. У него, говорит, день рождения на следующей неделе. Пацану надо по... На зубы скинуться. На зубы скинуться, да. Вот, понимаешь? Да, я про это тебе и говорю. Это же тоже их наставник. Материальная составляющая очень важна. Почему? Так смеются. Ты меня убедил в важности материальной составляющей. Да, но наставник, мне нравится вот эта идея. Я буду, наверное, если бы я был бы более образованный, если бы я не терял время на всякую, пустые вещи в своей жизни, на которые я потерял, я, возможно, был бы хорошим наставником. Нет, я реально говорю. Нет, да. Ты предлагаешь всех снабдить персональными продюсерами. Это было бы идеально. Ну, вот как работает с репетиторством все? С репетиторством же так. Вот когда у тебя проблемы, у твоего ребенка проблемы, у тебя проблемы, тебе нанимают репетитора. Обычно не так. А как? Обычно репетитора нанимают, когда уже все, проблемы зашли так далеко, что это совершенно нерешаемо. Институт репетиторства в том виде, в котором он существует, редко нанимают репетитора для каких-то хороших вещей. Редко. Типа, у меня ребенок так офигенно знает математику, давайте вы его потренируете, чтобы он еще лучше знал. Мне кажется, так тоже бывает. Нет, вот так бывает очень... Ну, хотя, да, я сейчас вспомнил. У меня были репетиторы? Да, было два репетитора. Репетиторы обычно... По математике, кстати. Перед экзаменом в университет я сдал экзамен по высшей математике на 4. Отлично. То есть тогда еще не было. Это ЕГЭ надо было реально решать. Начек месяц занимался. Да, сработало репетитор. Да, вообще. Ну, вот вижу, тебя позвали, чтобы он спасал ситуацию. Да, точно, да. Ну, вот это... Но у тебя не было репетиторов? Нет, я сам был репетитором. А, ты был репетитором? Ты кому-то домой приходила? Да, я тебе приходила. Ты когда приходил домой? Я помню к моей маме, когда приходили разные там студенты, ученики. Это всегда было так завораживающе, кто там придет. Кто-то красивая девушка. Ну, как бы я, значит, всех разочаровывал. Ну, в смысле, к моей маме. Я понял, да. Тебе был интерес, чтобы пришла красивая девушка. А я приходил вот как я есть. Ну, это так. Это так. Юность, ребят. Если что. Юность нельзя осуждать. Кстати. Вот именно. Юность нельзя осуждать. Несомненно. Юность, она такая, какая она есть. Но дети очень жестокие. Дети такие жестокие по отношению к учителям. Дети жестокие по отношению друг к другу, а уж по отношению к учителям тем более. Очень. Ну, так это нормально. Дети эгоисты. Дети эгоисты. Например? Ну, не знаю. Как она там? Я даже не помню. Как она дошла до жизни такой? Нет, нет. Разговаривать о жизни? Ну, какие-то мы вещи спрашивали, я не знаю. А там, кто ваш муж? А. А у вас есть дети? А как они учатся? Хорошо ли они учатся? Понятно. Ну, понимаешь, да. Как проводите выходные? И как вы сами учились в школе? Ну, обычное интервьюирование. Да. Такое. То есть вы пытались... Вопросы проводили. Да, вы пытались сделать из учителя, который выполнял у вас функцию такого типа источника знаний, пытались в своей голове сделать человека. Что это на самом деле живой человек. Да. Как ты думаешь преподавать через веселье? У нас был преподаватель по химии, он был прям хохмач. Вот обожали, все обожали его уроки. Как Бернард Шоу практически. Ну, он реально знал свой предмет очень хорошо. И при этом он нас всегда веселил. Ну, какими-то там отыгрышами. Когда ты что-то неправильно отвечаешь, он как-то смешно тебя... Как-то смешно это отбивал. Панчил смешно. Ты вот шутишь на своих занятиях? Иногда. Иногда по типу. Это очень сложно объяснить. А ты хейтишь учеников? У тебя есть хейт? Нет. А как ты справляешься с хеклерами? Ну, их нет. А, ну да, ты специфическая. Во-первых, у меня нет хеклеров, потому что у меня семинары. Просто можно сказать, вот вы можете... Ты просто говоришь, что не надо сидеть на моих семинарах. О-о-о, ребята, щепетильный вопрос. А ты кого-нибудь с семинара выгонял за поведение? Да нет. Такого не было. Не было-то что? Зачем? Я представляю, как бы ты это надменно сделал. Вот представь, я... Да. Ты бы так сделал, да. Молодой человек, выйти, пожалуйста. Нет. Ты бы так это сказал? Нет. А как бы ты это сделал? Молодой человек, покиньте это трехмерное пространство. О-о-о-о! О-о-о-о! Вот это... Ну тут грех не покинуть, ребят. Да, да, да. Но это ты не прав перед всеми. Это вот это трехмерное пространство. А вот какой может быть ответ? Давай. Ну я не знаю. Он скажет, это трехмерное пространство я поделил. Нет, нет. Там надо... Своё покидание делю на ноль. Ой, нет, чувак. Это очень плохо. Плохо, да. Плохо, да. Сейчас прям вообще, да, да, да. Там надо что-нибудь такое. Ну давай, ну какое? Ну там здесь потенциальный минимум. О-о-о-о, норма. А здесь потенциальный минимум. Да, ну теперь... А если бы тебе такое ответили, ты бы сказал, не покидайте. Я тогда там, ну и оставайтесь в своей потенциальной яме. И продолжил бы. О-о-о! Ничего себе! Вообще, да. Вау! Я тебе скажу, что шутки на моих семинарах... Да, я бы хотел, чтобы ты был моим преподавателем. Шутки. Наставником не знаю. Шутки на семинарах по математике носят очень понятный терапевтический характер. Это когда уже прям плохо... Бутылку не выбрасывай. Так. У Андрея, я напоминаю, в кармане мусороперабатывающий заводик. Заводик. Да. Вот. Когда происходит много всего непонятного, человек находится в состоянии стресса. То есть он пытается понять вот эти... Сейчас я объяснял, что он, типа, ему сложно понимать. Особенно большинство людей не читает лекции. Все же было понятнее, если бы они прочитали лекцию, которая была до этого, и были готовы, типа, заниматься. Вот. И вот они находятся в состоянии стресса, поэтому ты такой, типа, пошутил. Это, как, знаешь, стресс-релиф. То есть у людей такой немножко нервный смешок, чтобы им было попроще. Это, на самом деле, такой смех ненастоящий. Знаешь, не то, чтобы им очень смешно, они просто... Что происходит? Вот примерно так. А тебе не кажется, что если бы ты всегда заходил в аудиторию... С козырей? С шутки. Типа, здравствуйте, что-то, что-то. Ой-ой-ой. Мне не нравилось, когда... Хотя мы все смеялись, но мне не нравилось, когда преподаватели кого-то хейтили. Знаешь, кого-то там выбирали. Ну, самого такого. Нет. И бам-бам ему. Нет. Насували. И все такие, ха-ха-ха, как смешно. А вот просто в общем пошутить? Нет. Таким образом ты просто... Человек не будет задавать вопросы. Ценность людей, задающих вопросы, не надо недооценивать. Лучший студент, это студент, который тебя заколегывает вопросами. А, серьезно, да? Они должны быть осмысленные, то есть не совсем безумные. Но если человек такой, ты что-то сказал, он такой, я не понял. И я не понял вот эту часть. И это означает, что он озвучил, а, скорее всего, те тоже не поняли, просто постеснялись сказать. И ценность человека, задающего вопросы, он при этом, ты же понимаешь, он и все понимают, что он выглядит сам тупым. Все-таки типа, мы все поняли? А он такой, я не понял, объясните мне. И это очень ценный человек. Такое надо взращивать, чтобы если те люди на семинаре начинают задавать вопросы, или после семинара подойдут, это значит, что все было не зря. Ну, ты правильно говоришь, что это должны быть осознанные вопросы. Конечно, да. Не просто типа... Не типа, чтобы рассмешить аудиторию. То есть есть тоже ряд учеников, которые просто задают вопрос, чтобы рассмешить аудиторию. Все-таки, видишь, все в погоне за тем, чтобы рассмешить. Да. Это же невероятное чувство, когда ты рассмешил большое количество людей. Ну, да. Ну, у тебя же такое бывало, да? На лайвах. Не-не-не, ты про семинары говори. Нет, на семинаре я тебе объяснил, там не настоящий смех. Нет, на настоящий. Почему нет такого? Вот смотри, массового смеха, не настоящего не бывает. Если вместе посмеялись 10 человек... Ну, хихикнули. Ну, не-не-не. Не, ну, как это? Это что? Что за это? Нет, нет. Когда ты пошутил, люди прям засмеялись, и ты их... Им, типа, это смех такой, типа, ох, как прям классный. Ну, подожди, ты говоришь, почему это не настоящий смех? Ну, потому что я тебе говорю, что он такой связанный со стрессом. Ну, это разряжает обстановку. Да, разряжает. А любой смех обстановку разряжает. Любой абсолютно. Ты выходишь, условно, полный зал, все напряжены, что сейчас будет, ты разряжаешь обстановку шуткой. Все в погоне за это, каждому нравится рассмешить. Вот, да, удивительная вещь все-таки. Да. Вот, кстати, я сильно устал от юмора. Я вот, я реально говорю, вообще больше не хочу заниматься юмором. Да? Да, некоторые скажут, а ты им и не занимался. Пошутят. Да. Но мне казалось, что занимался все. Вот я даже выступать не хочу. Почему? Ну, я вот все равно люблю вот эти, кстати, следите за афишей. Я люблю вот свое шоу, которое называется «Материал из заметок плюс несколько комиков». Он проходит либо в 12 ночи, либо в полдвенадцатого ночи в Стэндап Стори. Это шоу я просто обожаю. Но ты знаешь, я уже два года никуда не ездил выступать. Как бы есть сейчас возможность ездить, не только это из-за пандемии. То есть половина двадцатого года возможно было ездить. Двадцать первый. Тоже возможно. Я не знаю, у меня нет желания. Я устал от этого. Не то, чтобы я устал, мне неинтересно. Я не знаю, может быть, такой период. Может быть, этого было слишком много. Все, о чем я сейчас думаю, это о том, чем я буду заниматься с сорока до пятидесяти. И вот как будто юмор, это не та волна. Не представляешь себя сорокалетним комиком на сцене? Только им нет. Ну, вот ты когда-нибудь задавался себе вопросом? Вообще, я не знаю, как у меня так получилось, но я всегда задавался себе вопросом. Я вот этими десятилетками, может быть, это опять прозвучит. Но, как мне кажется, я размышлял очень разумно. То есть чем я буду заниматься с двадцати по тридцать, с тридцати по сорок, с сорока, вот сейчас подходит, скоро уже, там, через четыре года, через сколько, через три, через четыре, сорок, чем я буду заниматься это десятилетие? Мне кажется, это очень важно определять. То есть, когда я подходил к тридцати, я начал заниматься стендапом, я такой, я буду заниматься стендапом и вытекающими оттуда последствиями. Сейчас я думаю, чем я буду заниматься с сорока до пятидесяти и с вытекающими оттуда. Ты думал об этом когда-нибудь? Чем ты будешь заниматься? Нет. Потому что это же такой очень непростой, непростой период. Очень легко отколоться от реальности. Ну, это в любой период? Нет, ну, с сорока до пятидесяти очень легко отколоться от реальности. Ну, в плане, я такой, я не успеваю за временем. Ну, это же очень опасное рассуждение. Это очень опасный вывод. Все, я не успеваю, я не хочу. Хотя, понятно, ты будешь на своей волне, ты живешь своей жизнью, но... Диме Билану сорок. Вообще, вообще ничего не знаю о его жизни. Ну, это просто... Вообще ноль. Представляешь, то есть, как бы у тебя была песня, например, я ночной хулиган, у меня есть наган, а сейчас тебе сорок лет, и как-то даже петь неудобно. Ну, блядь, сорок лет, какой ты ночной хулиган. Это тис на Диму Билана был еще раз. Нет, почему? Я очень люблю Диму Билану. Обожаю. У него все его последние песни, это практически все попадания в десяточку. Так, приведи пример. Между нами молния, электрическим разрядом в 220 вольт, это ты, это я. Там, где снималась еще девушка из холостяка, в клипе, в резиновом костюме. Я не знаю, про что ты, но ты не думаешь об этом, да? То есть, ты оседлаешь волну в тот момент, когда она тебя накроет. Скорее всего, раз. Скорее всего, так. И я никогда, особенно, во-первых, 10 лет, это очень много. Я на десятилетие планы не строил. Никогда. И все мои планы... Смотрите, не факт, что это десятилетие случится. Я вообще, примерно, наметить планы. Да, я понимаю. Я имею в виду, что даже наметить планы, что я как-то всегда год-два так. Ну да, но вот у меня как-то вот в голове не хочет укладываться, что вот ты с те 45, и ты куда-то едешь на гастроли. Ну, не знаю почему. На свои гастроли. Ну, на свои, да. Как бы это может быть, но это не может быть основной деятельностью. А как ты видишь тогда основную деятельность? Ну, я не знаю. Не знаю. Я говорю, я еще не знаю. Есть планы, есть планы. Ну, самое прекрасное же это заниматься разными вещами. И когда у тебя несколько дел одновременно, это трудно, но это невероятно тебя вдохновляет. И мне кажется... Это называется слэш-карьера. Так сейчас... Это же слэш-карьера. Поподробнее. Ну, просто, если ты вобьешь это так вот в англоязычном, это калька с англоязычного термина, который обозначает людей, которые одновременно занимаются несколькими делами и стараются в них быть успешными, которые типа не бросили. Ну, например, там человек занимается стендапом. Ну, условно. И еще там где-то работает и еще что-то делает. Эти профессии могут быть смежные, но... Ну, и еще там семья, да, где-то? Ну, да, обязательно. Вот. Но важно, что эти профессии могут быть смежные. Важно, что эти профессии разные. Ну, то есть они... В каждый человек более-менее добился чего-то. И так что, да, вполне. Вижу, ты говоришь. Единственный способ оставаться успешным... Ну, оставаться в... Ну, успевать за временем. Это несколько дел. Успевать за временем. И самое главное, самое... Вот все равно вот этот момент вдохновения, вот этот вдохновительный момент, это так важно, чтобы тебя это вдохновляло. Тебя вот... Ну, вот вдохновение у тебя. Я понимаю, о чем ты. Это невозможно, когда ты занимаешься чем-то одним. Как мне кажется. Когда там, в двадцатках, возможно. Можно, но здесь... Я не очень понимаю, да, как... Как решив найти себе новое дело, можно это сделать. Мне кажется, что это все всегда происходит случайно. То есть ты начал чем-то заниматься, оно добавилось, открылось, получилось. Ну, то есть, если... Вот как если посмотреть на мою жизнь сейчас... Да. И посмотреть на мою жизнь, там, пять лет назад. Совсем разные жизни, совершенно разным набором занятий, совершенно разным спектром интересов даже. Вот. Совершенно по-разному собраны. И они очень сильно отличаются. И если теперь взять и сделать еще один шаг на пять лет назад, то это будет совсем другая история. Это будет совсем другая жизнь с другими, может, ценностями, с другими устремлениями. Это все будут разные жизни. Ну, просто мне всегда казалось, что ты делаешь то, что вокруг тебя... Вокруг тебя происходят хорошие вещи, надо их не пропускать, надо за них хвататься и делать что-то интересное для себя. Когда так ты делаешь, ты в какой-то момент обнаружишься совершенно не в том месте, с которого ты начал. Как когда ты открыл Википедию, начал кликать по интересным ссылкам, и в какой-то момент ты обнаружишь, что читаешь про какой-нибудь там поход, каких-нибудь пиктов куда-нибудь, а ты вообще-то открыл статью посмотреть про какой-нибудь фильм. Окей. Ты дальше свою жизнь представляешь в уединении или все-таки в городской суете? Очень люблю городскую суету. Очень любишь шум города? Очень. Сирены? Конечно. У меня сейчас из окна очень хорошо слышно газующих людей. То есть они прямо вот гоняют, и ты засыпаешь такой сквозь сон, кто-то понесся, ты такой думаешь, и тебе, дай бог. Вот, и засыпаешь. Спасибо большое, Андрей. Спасибо всем. Отлично поговорили. Я надеюсь, мы все-таки выйдем 5 октября. Если среди наших зрителей и слушателей есть преподаватели, педагоги, учителя, мы вас всех поздравляем с праздником. Вы делаете важную вещь. Спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!